Море, волны которого бушуют под колесами, необычная крышка для люка, 49-летие карликового бегемота, спасение зайчонка и шлем для шапочки из фольги. Что еще обсуждал Ростов Сети на этой неделе, расскажу вам я, Екатерина Лободина. Здравствуйте! Вкуснейшие конфеты с мясной начинкой продают в супермаркете на казахстанском. Будьте осторожны, товарищи, призывает автор поста. Но некоторые его недовольства не разделяют. Вам бонус сделали, добавили мясную начинку, а вы недовольны. Вот народ пошел, просто конфеты такие вкусные, что даже насекомые не устояли. А кто-то вступился за автора. Это был намек на срок годности этих конфет. В свежих опарыши не водятся. Коммунальщикам, у которых украли крышку люка, помогли неравнодушные и нежадные. Дыру закрыли целой витриной. Хотя, возможно, это дали о себе знать черепашки-ниндзя. Открыли новый ларек. А главный в их бизнесе, скорее всего, сплинтер, пишут ростовчане. Но все же, больше было благодарности находчивым горожанам, а не шуток. Хорошо, что закрыли люк, а то несчастных случаев было бы не избежать. Теперь так просто на открытый люк не наедешь. Так заскучал по деревне, что в халате и домашних тапочках вышел на Пушкинскую и принял ванну, а точнее бочку с яблоками. Многие подписчики посчитали выходку сумасшедшей, а другие сразу констатировали. Похайпить решил, а вы тут комментарии развели. Больше же места нет, где можно искупаться. Сразу в центр идут. Мог бы то же самое на даче записать, но ему просто хотелось популярности. Ну а если присмотреться, можно заметить. Да, это хайп, но для комедийного сериала. Так что ничего сумасшедшего. Экологичная бейсболка из бересты, берестболка или даже шлем для шапочки из фольги. Такой модный головной убор появился в Ростове с гербом города Валбу. Очень патриотично. И некоторые стали интересоваться, где бейсболку можно приобрести. Кто-то посоветовал. Если вдруг здесь не найдете, то я видела на Черном море такие продавали. Можно туда за ними сгонять. Припарковался на выезде и соседи решили проучить. Автор поста поинтересовался. Как считаете, это справедливое наказание? Кто-то поинтересовался. А чего добились люди, обмотав машину пленкой? Если он загородил проезд, то быстро точно не уедет. Могли бы просто подойти и поговорить. Есть предположение, что водитель сам обмотал машину, чтобы никто не поцарапал. Такой вот своеобразный гараж. Потом снимет и поедет по своим делам. Море, поехать на которое может себе позволить любой ростовчанин. Точнее, наехать. Ведь плещется оно на проезжей части. Подписчики восхитились идеей и вручили виртуальную медаль за креативность. Автор видео гений придумал, а мы мимо ходим и не замечаем. Не хватает только чая, которые в марте заполонили город. Ребяточки, поздравляйте, я на море одним днем. Кутевочку выиграл. Волны, шум, прибор, все как полагается. Правда, купаться не полезно. Что-то холодновато не могут. Да и грязновато. Новая достопримечательность Ростова – каскадный водопад. И падает он на железнодорожной станции «Тимирник». Пока вода аккуратно спускается по ступенькам, подписчики считают убытки. С вас всех по 50 рублей за такую красоту и благоустройство. Сумма будет включена в оплату коммунальных услуг. А кто-то выступил с упреками. Ростовские чиновники вообще слышали про ливневки. Их бы на полгода отправить на переподготовку в Европу. А на другие полгода в Китай. Там есть чему научиться. Но тут можно подумать, они специально ливневок не делают, чтобы в Европе за казенный счет пожить. Знаменитые ямы города. Так назван новый турмаршрут. И хотя проложен он по Таганрогу, его активно обсуждают в ростовских пабликах. Проблемы-то похожи. Маршрут придумали и ведут молодые люди. Таким творческим способом они провоцируют местных чиновников заняться благоустройством дорог, пояснил автор поста. Но большинство комментаторов озаботилось не состоянием дорог, а здоровьем обличителей. В этой луже 99% всех известных микробов. Да еще плюс простудиться в холодной воде можно. Удачно поболеть. Но есть и те, кто хвалит. Молодцы ребята. Пытаются сделать что-то хорошее. Дом на Шолохово со счастливыми жильцами, разрисованный к чемпионату мира по футболу, начали разбирать. Комментаторы недоумевают. Неужели погубят эту городскую достопримечательность? Кажется, это были единственные счастливые ростовчане. И вот их счастье заканчивается. Другие гадают, что построят взамен. Возможно, несколько вариантов. Жилой комплекс, счастливый ростовчанин или торговый центр. Ну, это слишком просто. На таком удачном месте вполне возможна первая станция метро, вокзал канатной дороги или новый дворец спорта. Прохожий прохожему друг, товарищ и кормилец. На добрые чувства рассчитано видео, где парень, гуляя по Ростову, приветствует прохожих. И кто отвечает взаимностью, получает шоколадку. Но и тут нашлись недоверчивые. Я бы побоялась взять, а то вот так очнешься после шоколадки на пустыре без сумки и телефона. Но большинство человеку с шоколадками верит. Может, и правда для кого-то такое внимание значит много. И эта шоколадка принесет радость. Автора видео хвалят за идею. Молодец, прикольно придумал. Побольше бы таких позитивных постов. А то в последнее время страшно новости читать. И вот вывод. Согласна, страшно. Но давайте понемногу учиться доверять друг другу. Хвостатого пассажира заметили в автобусе. По словам очевидцев, он сам зашел в салон и сам вышел. Смышленый малый. Тут же подписчики стали его жалеть. Умный такой. Вот бы нашлись заботливые хозяева. Жаль малыша. Вот пример, как пес ездит с зайцем. Жизнь вынуждает даже собак на работу добираться. Хорошо, что его не выгнали и не начали говорить, что антисанитарию разводят. Хотя, глядя на состояние некоторых автобусов, понимаешь, собака новых микробов точно не занесет. Автобус застрял в батайской версии Суэцкого канала у школы номер 4. Мировая экономика от этого не пострадала. Но местным жителям пришлось объезжать по соседним улицам. Знающие ситуацию ответили. Ливневок нет, водоотводных каналов нет, все плавает и тонет. Вот и автобус провалился, потому что не видно края из-за воды. Только говорят о проблемах, а где решение? Это не первая, не последняя такая авария. Надо срочно делать ограждение. В зоопарке день рождения. Карликовому бегемоту 49. Риф – долгожитель мирового масштаба. В природе такие бегемоты столько не живут. Им отведено лет 35-40. Ростовчанин Риф родился в 1972 году в Соединенных Штатах, но уже годовалым отправился в Калининградский зоопарк. Там он провел молодость, успел дать потомство, но последние 30 лет живет в Ростове. Чувствует он себя, ну, для своего возраста сейчас хорошо. Воды весел, ну, конечно, не такой подвижный и не такой деятельный, как раньше. Но, тем не менее, мы вполне себе для своего возраста в хорошей форме. Ест в основном люцерну, рис, специальные гранулы из комбикорма, овощи, но больше всего любит бублики. Только ими его можно выманить из бассейна. В воде бегемот сидит большую часть суток, ведь коже нужны регулярные ванны для защиты от пересыхания. Подписчики Рифа поздравили, пожелали долгих лет жизни, бубличного счастья и успехов в работе бегемотом. Когда идешь по улице в белых кроссовках в дождь, такое сравнение сделали подписчики после просмотра этого видео. Белоснежного цвета кот оказался в ловушке, на дощечке в грязи, почти как на льдине в море. Разоблачители тут же высказали свою точку зрения. Думаю, его туда специально посадили, так как он чистенький. Не надо издеваться над животными. Другие кинулись причитать. Нет, чтобы спасти животинку, они снимают бедный котейка. У Карлсона две квартиры в Ростове. Вход в них появился в сети. Подписчики пытаются понять, зачем на втором и третьем этажах здания рядом с окнами двери. Ведь ни балкона, ни лестницы там нет. Поиски здравого смысла привели к одной мысли. Это же аварийный выход. Только вот возникает вопрос, насколько он безопасен, если придется эвакуироваться. Зайчонка спасли в поле во время распашки земли. Подписчиков поразило, как мужчины разглядели его, ведь маскировка у серого очень хорошая. И по цвету он сливается с землей. Тут же стали появляться догадки. Наверное, он бежал перед ними и прятался. Они вышли и перенесли его в безопасное место. Многие хвалили. Очень приятное видео. Даже настроение поднялось. Вот это камуфляж. Только вот где остальные? Выводки обычно три или шесть пар ушей. Надеюсь, с ними все в порядке. И они найдут свою маму. Такой улов интернет новостей на этой неделе. До встречи!